Какие ошибки мы с вами совершаем, когда занимаемся здоровьем? Очень важный момент, на который мы с вами должны обратить внимание и мы с вами должны понимать, это то, что здоровье нам не передается, знаете, как вышла замуж, дали квартиру или там наследство от бабушки. Да, конечно, какие-то заболевания передаются у нас от родителей, но большая часть того, что происходит с нашим здоровьем, это то, что мы создаем сами в течение своей жизни. Мы все хотим иметь здоровье, потому что что такое здоровье? Это красивая кожа, это энергия, это большая мотивация и в работе, и в путешествиях, и в отношениях. И если у нас есть какие-то вопросы по здоровью, все это влияет на наш уровень энергии каждый день и на нашу внешность. И первая, номер один ошибка, которую мы совершаем, это пренебрежение диагностика, то есть не все люди сдают анализы каждый год. Приходит ко мне, соответственно, пациент или на школу здоровья приходит у нас ученик, и что мы видим? Последний раз анализы человек сдавал 5 лет назад. Базовые анализы сдаются раз в год. Следующая базовая проблема, которую мы с вами можем видеть, это нехватка знаний у тех специалистов, к которым вы приходите. Назначает очень узкий спектр анализов. То есть терапевт назначает вам общий анализ крови, и по этому общему анализу крови и мочи он пытается вам сказать, здоровы вы или нет. Конечно, по общему анализу крови мы не можем вообще характеризовать ваше состояние в современной медицине. Третья проблема, базовая, которую мы с вами видим, это неправильная расшифровка анализа. То есть у нас в медицинском нашем профиле существует 90-95% специалистов, которые не умеют расшифровывать анализы, которые их смотрят только по референсным значениям, и если у вас есть какие-то симптомы, не перекладывают эти симптомы на анализы, и не происходит какого-то мыслительного процесса. Очень знакомая ситуация, не только вам, но и мне. Из-за этой ситуации я и попала в медицину, так бы сидела со своим биохимическим образованием, никуда бы дальше не шла, и не занималась бы медициной, если бы не эта ситуация. Смотрите, на примере анемии. А у нас с вами есть Светочка, наша Светлана. Давайте возьмем пример, что она пришла не в бесплатную клинику, а пришла реально в платную клинику, потому что говорят, что в платной клинике вообще все гораздо лучше. Причем в платной клинике сейчас тысяча две, тысяча две, да, три тысячи прием. Она выделила время и пришла к специалисту для того, чтобы сделать ЧК по здоровью. Говорит, так, я хочу быть красивой. Я слышала у Екатерины Новиковой, каждой женщине нужно вообще следить за собой, сдавать анализы. Вот вы как специалист, помогите мне сдать анализы. Вот у меня пигментация на лице, где-то окне высыпает, морщины, и энергии нет, волосы не такие, как раньше, вес снизить не могу. Очень хороший запрос, доктор рад. Конечно, я вам дам общий анализ крови, я вам дам липидный профиль. Что вам еще дать, скажите. В каких-то случаях там что-то находится, в каких-то случаях не находится. И что мы видим? Светочка у нас возвращается на повторный прием. Она снова платит две, три тысячи, да. И доктор говорит, ну тут, ну чуть-чуть холестерин повыше, ну нормально, все живут с этим холестерином. Ну общий анализ крови, гемоглобин идеальный, да. Здесь все у вас хорошо. Смотрите, ну чуть-чуть тут тромбоцитики могут быть, да. Ну лейкоцит, наверное, болели, да. И Света ушла домой. Никто ей не сказал, что нужно сдавать дополнительные анализы, такие как ферритин, такие как трансферин, такие как сывороточное железо. Мы видим большую проблему. Проблему с тем, что человек остался с анемией. То есть на примере анемии для того, чтобы понять, есть она или нет, недостаточно общего анализа крови. Никогда. Если вы беременная женщина, и вы только сдаете общий анализ крови, это большая ошибка. И это будет влиять также на здоровье вашего ребенка. А если вы женщина, которая просто сдает общий анализ крови, и думает, что у нее нормальный гемоглобин, у нее нет анемии, но при этом сниженная либидо, лишний вес, нарушенный метаболизм, мелкие морщины, пигментация, плохое настроение и даже депрессия. Все это связано с анемией. Почему? Что такое анемия? Это когда кислород не попадает у нас в наши клетки. Гемоглобин снижается только в том случае, он снижается, да, он снижется через 5-10 лет, когда уже все. Когда муж ушел, потому что с вами невозможно жить, у вас депрессия постоянная. На работе с вами невозможно. Вы какого карьерного роста, если вы не можете больше 2 часов в день работать? Вы устали, и вас все раздражают. Это не вас проблема, это проблема в диагностике. Следующая, четвертая проблема в современной диагностике. Даже если вы попали к специалисту, который где-то там учился, но он назначает или препараты железа, или не работает комплексно. Дисбактериоз, запорчик, что там еще, высыпание на коже, воспаление, да, потому что работать с анемией, это не просто пить препараты железа. И в 90% случаях железа вообще не нужно. Почему? Потому что при работе с анемией номер один – это пробиотик. Номер один – это работа с кишечником. Всегда. То есть, когда мы с вами видим серьезные вопросы по диагностике, нужно, конечно, грамотно именно работать в направлении понимания проблемы. Если вы больны и выходите к врачу бесконечно, нужно понять, что это не решение, значит, нужно взять ответственность за свое здоровье, разобраться, разобраться очень можно легко, и заняться своим здоровьем. Всех целую, всех обнимаю. Всем хорошей недели. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok